Первое, чему бы я хотел научиться у отца, это как заботиться о теле. Когда я был подростком, я активно занимался разными видами спорта. Я пробовал многое, но моими любимыми были бег по пересеченной местности и дорожке. Особенно я любил милю, хоть и не мог преодолеть барьер 440. Теперь я понимаю проблему, у меня не было режима. Но что еще хуже, я не осознавал необходимости правильного питания. Сейчас здоровая диета – это приоритет моей семьи. Овощи, рыба, нежирное мясо, орехи, молочное, сахар и хлеб. Нужно держать под контролем. Более того, мы активны. Все мои дети занимаются спортом, и я уделяю внимание качеству тренера. Я горжусь, кем становится мой сын, и я рад помочь ему приобрести необходимые навыки. В этом видео мы поговорим о том, чему отцы должны научить своих детей. Как и многие, я вырос без отца. Родители развелись, когда мне было пять. Мать уехала в другой штат. Отец несколько раз навещал нас, но снова женился, создал семью и перестал иметь к нам какое-либо отношение. Все, что я говорю в видео – личное. Как я бы хотел иметь сильную ролевую модель, которая бы меня научила всему этому. Если будет что-то, что бы вы добавили к этому видео, пишите в комментариях. Поговорим о деньгах. Я бы хотел, чтобы мой отец объяснил мне, как пользоваться деньгами, так как этому обычно не учат ни в детстве, не далее. Теперь в своей семье я веду бюджет открыто. Мы обсуждаем заработки, сбережения, траты, и я обязательно привлекаю детей. Год назад я решил кое-что добавить. Я кладу все заработанные деньги в сумку, затем высыпаю перед детьми их на стол и говорю – это то, что мы заработали. Ваша задача – оплатить счета. Я кладу счета, электричество, газ, ипотека. Все, с чем они встретятся, и за что должны научиться платить. А до этого они действительно видят, как мы вкладываемся в инвестиции, сберегаем, отдаем на благотворительность. Дети понимают, куда уходят деньги. Это происходит ежемесячно. Одна из основных вещей, которую этим я хочу донести – сначала мы платим себе. Сначала мы инвестируем в себя, откладываем на будущее. Что касается вас, напишите в комментариях, откладываете ли вы на будущее. Инвестируете вы в популярные вещи или в долгосрочные проекты. Иногда инвестирование может запутать. У меня есть модная степень МБА. Когда я начинал, было непонятно, в каком направлении двигаться. Куда начать вкладывать, чтобы деньги работали. Следующий навык – говорить, что вы любите, и показывать привязанность. Каждый в моей семье знает, что я люблю их. Потому что я говорю им это каждый день несколько раз. Иногда я становлюсь весьма странным и пою им, а они спрашивают «Папа, что ты делаешь?». Мои дочери, мой сын, куда бы я их ни возил – в школу. Я высаживаю специального выхода, где никого нет вокруг, чтобы крикнуть им, что люблю их. Я готов каждому сказать, что люблю своих детей, ведь я редко мог слышать в детстве подобное. Потом же я говорю друзьям. Я тоже могу сказать, что люблю их. Я не знаю, сколько мне точно осталось жить. Жене я говорю несколько раз в день, что люблю ее. У нас бывают ссоры, как у любой пары, но я не позволю ей спать, не сказав «Я могу быть придурком, но знай, я люблю тебя». Несмотря на обиды, она знает, что я волнуюсь. Ваши близкие должны знать, что вам не все равно. Так что всегда говорите родным о своей любви к ним. Следующее. Как наносить и принимать удар. Как понять, что будет драка. Я имею в виду, нужен не отец, с которым вы будете драться, а с которым вы сможете научиться, который занимался, например, боксом. Я часто слышал от друзей, как их учили приемом отцы, которые занимались, а затем эти навыки им помогали в трудных ситуациях. Это прекрасно. Я хотел компенсировать это, поэтому пошел в морскую пехоту. Я искал тренировки по единоборствам, применению оружия, чтобы научиться защищаться. Я взял с собой сына, и мы вместе тренировались. Я вытащил его на ринг, позвал друга боксера, и тот научил, как правильно держать руки, почему это важно. Даже если вы в баре просто скажете «Эй, что ты делаешь? Я не хочу здесь драться!» Вы поднимаете руки. Друг объяснил, как быть готовым защищаться, видеть, что что-то приближается, и быстро ориентироваться в определенных ситуациях. Некоторые могут сказать «Антонио, я не боец!» Что ж, тогда поговорим о танцах. Я бы хотел, чтобы отец научил меня танцевать. Я был таким парнем в старших классах, который никогда не танцевал, а все потому что я не умел это делать, и не хотел чувствовать себя неловко, поэтому всегда сторонился. Даже в колледже я никогда не ходил на танцы, просто так получалось. На свадьбе было много красивых девушек, которые ждали приглашения потанцевать, но я не делал этого. Я многое упустил, зато мои дети научились танцевать. Это были бальные танцы, это, конечно, не всегда переходит в клубные танцы. Главное, что они не боятся двигаться. Они не боятся выйти на улицу и завести друзей, как делают взрослые. Мой друг Райан сам учился танцевать, и впоследствии создал на этом бизнес. Вы можете научиться основам танца, чтобы развеяться. Чтобы не выглядеть дураком в одну ночь, идите на курсы с друзьями. Там много людей, которые танцуют и хотят научить других. Это отличный способ завести знакомство. Господа, если вам нравится видео, то, пожалуйста, поставьте лайк. Это позволит мне делать больше. Следующее, как установить зрительный контакт, жать руку и представляться. Времена меняются, но люди все равно взаимодействуют друг с другом, и карантин не будет всегда. Многие люди вообще не имеют социальных навыков. Они не представляются, они будут стоять в группе и не скажут ничего. Так как люди должны узнать, кто вы, если вы даже не протягиваете руку? Чтобы это не было, вам нужно развить данный навык. Вы не можете просто прочитать, а затем сделать. Многим необходимо преодолеть нерешительность, боязнь быть отвергнутым. Это то, над чем я работаю со своим сыном. Он очень тихий, в то время как дочери открыты. Мой сын весьма замкнутый человек, поэтому я постоянно работаю с ним. Я привел его на криминалистику, а затем парень выиграл в штате. Он напоминает, каким я был интровертом. Раньше я мало говорил, но вы поставили меня в нужную ситуацию перед камерой, и теперь я умею общаться. Я замечаю, что мой сын может делать то же, поэтому я думаю, что яблоко от яблони недалеко упало. Следующее, как правильно возражать. Я говорю не только о том, как вежливо не согласиться, но и как заставить другого уважать и понимать ваше мнение. Сколько раз вы собирались и все скатывалось в обсуждение политики и религии. Это быстро становится безобразным. Дело в том, что есть разные способы, как выражать мнение. Дело в том, что есть разные способы, как выражать мнение. Показывать, что у вас есть возражения. И все равно уважать друг друга. Это важно, когда оппонент не действует разумно, может быть даже он ослеп в утверждениях, верит как фанатик в то, что говорит. Но вы все равно можете общаться, может вы не хотите долго это обсуждать. Но вы также не хотите драки. Вы не хотите позориться перед окружающими, и это вам нужно понять. Это необходимая практика, как поддерживать разговоры, сохранять уважение, не переходя границы и оставаясь при своих убеждениях. Далее я бы хотел, чтобы отец научил меня чинить вещи. Это может быть ремонт стиральной машины, холодильника, водонагревателя или своей машины. Что угодно. Я очень долго сопротивлялся прикоснуться к вещам, так как боялся, что сделаю только хуже. Будто я сломаю, и уже никак нельзя будет это починить. Конечно, иногда это случалось, но иной раз я был поражен тем, что могу сделать. Мне было необходимо ставить себя в некомфортной ситуации, чтобы понять, как все работает. Что касается моего сына, я много работал с ним. Мы хотели собрать компьютер. С чего нам начать? Сын делал план, искал в интернете, обдумывал, начинал пробовать. И через месяц он собрал его. Конечно, испортил пару панелей, он делал ошибки, что приходилось покупать заново. Но главное, он извлек урок. Я думаю, отцы должны детям давать возможность экспериментировать. Конечно, вы не хотите, чтобы они поранились, но важнее направить детей и дать им попробовать. Я даже некоторые проекты по дому дают детям. Конечно, сам я бы сделал быстрее и лучше. Или, например, моя жена сделала бы сама все в саду. Но мы привлекаем детей, даем возможность учиться на ошибках. Они извлекают жизненный урок, и чего не мог сделать я в их возрасте. Поговорим о языках. Я бы хотел, чтобы мой отец научил меня испанскому. Он родился в Мексике, эмигрировал в США, когда мне было 10. Испанский был единственным языком в доме его матери. Меня не обучили, но в моей семье все иначе. Мы говорим только на русском и украинском. Когда мы путешествуем в Украину, то делаем это на 2-3 месяца. Так дети могут получить языковую практику, будучи окруженными носителями. Знать два и более языка дают большое преимущество в современном мире. Когда вы ищите работу в компании, распространенной по миру. Когда вы хотите создать свою компанию. И даже если просто изучаете иную культуру, это наслаждение. То, что можно прочитать Толстого в оригинале, дорогого стоит. Это замечательное умение, которому вы можете обучить. Итак, господа, что я упустил, а вы бы упомянули. Напишите в комментариях, что вы хотите посмотреть далее.